Зима подходит к концу, и накануне весны хочется предостеречь людей от ошибок, которые они по своему незнанию совершают из года в год. Ранней весной в лугах люди поджигают траву. Считается, что это помогает расти новой. Но так ли это на самом деле, и какой при этом наносится непоправимый вред? Попробуем в этом разобраться. Мнение, что зола, образовавшаяся при поджоге травы, удобряет почву ошибочно, так как большая ее часть не впитывается в почву, а быстро сдувается ветром. Зато при попадании в водоемы зола вредно действует на все ее природное сообщество, в том числе и на рыбок. Между тем, значительно больше минеральных веществ попадет в почву по мере гниения травы, а не ее пала. В результате весеннего поджога страдают гнездящиеся на лугах и ублизи водоемов птицы. А таких птиц немало. Лесной конек, баракушка, жаворонок, камышовая овсянка, чекан. Все виды трясогузок. При этом нередко сгорают их кладки и даже птенцы. А если птички еще не успели построить гнездо, то новое им строить будет попросту негде, ведь гнезда они прячут в траве. Кроме птиц, от пожаров гибнут полезные микроорганизмы. Полностью выгорают растения с поверхностной корневой системой и потом не восстанавливаются. Уменьшается видовое разнообразие трав. А это значит, что и различных насекомых будет меньше и птицам сложнее находить себе корм. Гибнут земляные черви, а они важнейшие почвообразователи и служат пищей для многих видов птиц. И, наконец, сгорают или получают тяжелые ожоги животные, которые не могут быстро перемещаться или были застегнуты врасплох. Например, ужи, ежики, различные лягушки. Все это нарушает баланс экосистемы. Кроме того, из-за неконтролируемого поджога травы могут возникнуть крупные пожары. Бывали случаи, когда огонь перебрасывался на леса и сгорали даже целые деревни. И хотя огонь уничтожает клещей, эта польза не может сравниться с тем рядом, который он наносит. Надеемся, мы убедили вас, что поджигать траву весной не следует. Давайте научимся оберегать окружающий нас мир. И всегда будем помнить, что природа существует не для одноразового использования. Субтитры создавал DimaTorzok